Всем привет, ребята! Рад видеть вас на моем канале. И это моя новая рубрика, которая называется «Просто и лаконично. Истории». Сразу скажу, что под видео есть тайм-код, и вы можете перемотать на ту минуту, которая вас интересует. Но я надеюсь, что вы все-таки посмотрите это видео целиком, хотя бы потому, что я готовила его две недели, собирал материал, смотрел документальные фильмы, искал информацию, поэтому надеюсь, что вы оцените это видео пальчиком вверх и, конечно же, вашим мнением в комментариях. Можно сказать, что я просто сделал апгрейд своему старому плейлисту биографии знаменитостей, где я рассказываю истории той или иной селебрити. Но я решил, что эти видео могут быть немного поинтереснее, если я больше буду искать информации, которые нет на, например, тех же самых сайтах, в том числе Википедии и других открытых источниках. Так я посмотрел несколько документальных фильмов, выписал различную информацию, поискал на различных пабликах и сообществах информацию. Поэтому надеюсь, что это видео будет вам более интересно, чем если вы просто будете читать информацию на Википедии, потому что я старался сделать эту информацию более такой, можно сказать, эксклюзивной и не общедоступной. Поэтому надеюсь, что вам понравится это видео. Ну и также будет несколько интересных фактиков в конце видоса, поэтому тоже смотрите. Ну а мы давайте поскорее перейдем к теме сегодняшнего видео, а именно героине сегодняшнего видео. Ведь ей стала, наверное, самая обсуждаемая в последнее время певица в соцсетях, в связи с тем, что она вернулась вновь в музыкальную индустрию. Я думаю, вы все уже прекрасно поняли, о ком я говорю. Конечно же, это певица Адель. Ну и мы давайте поскорее начнем, и сегодня я расскажу вам историю Адель. Адель Лори Блу Эткинс, британская певица, автор, исполнитель и поэтесса, которая имеет 15 наград Грэмми. Представляете? Тут бы хоть одну номинацию на самую престижную музыкальную премию в мире получить. А у Адель их целых 15. Родилась она 5 мая 1988 года в Северном Лондоне, Англия. Адель была единственным ребенком Пенни Аткинс, искусной мамы, которой на момент ее рождения было всего 18 лет, и валийского отца Марка Эванса, который покинул семью, когда Адель было всего 4 года. И уход отца явно повлиял на ее жизнь и судьбу. В недавнем интервью Адель сказала, что абсолютное отсутствие присутствия и усилий ее отца было ее самой большой травмой детства. У Адель было тяжелое детство. Она ходила в довольно посредственную школу, да и в принципе жила в довольно безденежных условиях. Мама Адель занималась созданием фурнитуры и массажем, и в принципе была довольно свободомыслящим человеком. Как раз именно такие люди обычно не гонятся за каким-то денежным успехом, а идут, как говорится, своей дорогой. Но она очень поддерживала свою дочь и привила ей уверенность в своей значимости, таланте и уникальности. Практически каждый праздник мама Адель просила ее вставать на стульчик. Тут сразу отсылочка к нашему детству, когда наши бабушки, дедушки, родители просили нас вставать на стульчик и рассказывать стихотворения или петь песню. Вот у Адель была та же ситуация. Ее мама просила вставать на табуреточку и исполнять песни. Что, кстати, научило ее быть более уверенной и смелой в своих проявлениях. Музыка пришла к Адель еще в детстве. Вообще она также, как и я, обращала внимание на манеру разговора человека, ну и также на смены интонации и силу звука. Кстати говоря, вот у меня та же самая история в детстве была. Наверное, это вот имеет какое-то отношение к музыке. Вот эти вот все подмечания таких тонкостей. Это, наверное, как раз и называется абсолютный слух. Когда ей было примерно 11 лет, они переехали в часть Лондона, которую Адель описывает как более урбанистическую. Как Адель сама сказала, она оказалась единственной белой девочкой в своем классе. Чем она и объясняет ярый порыв узнать как можно больше о чернокожих артистах, таких как Эта Джеймс и Дестани Чайлд. Адель была в магазине HMV Record, магазин, который является британским продавцом музыки и развлечений, в настоящее время работающим исключительно в Соединенном Королевстве. Так же, как и другие подростки, она хотела быть модной и рассматривала все новинки из новых коллекций. Но в какой-то момент на витрине с уцененными товарами ей попался диск Эты Джеймс, американской блюзовой и R&B певицы. И Адель купила его. Только из-за того, что ей понравилась прическа Эты на обложке. Она даже попросила парикмахера сделать ей такую же прическу, как у Эты. Послушав диск, Адель впервые всерьез задумалась о том, что ей бы хотелось исполнять песни и заниматься вокалом и музыкой. Но при этом сильно комплексовала из-за внешности и считала себя излишне полной. Лондон и в частности район, в котором жила Адель, вдохновили ее написать первую песню, которую впоследствии она записала. Hometown Glory. Именно эта песня привлекла администраторов студии звукозаписи, которые и помогли ей записать и воплотить в жизнь эту композицию. Кстати, эту песню девушка написала прям как-то максимально быстро, буквально за 10 минут. Несмотря на то, что она была способной ученицей, Адель не получала удовлетворения и удовольствия от традиционного обучения. Поэтому ее мать Пенни записала ее в школу исполнительных искусств и технологий БРИД. Адель было всего 14, когда она туда поступила. Обучение в школе было направлено на исключительно развитие творческого потенциала ребенка. Из этой школы за непродолжительное время до Адель выпустилась Эмми Уан Хаус, а Джесси Джей завершила обучение вместе с Адель в 2006 году. Переломным моментом в жизни девушки стал момент, когда она, участвуя в проекте «Класс», написала им три песни, которые ее друзья выложили на популярный тогда сайт MySpace. Это сайт, который помогал никому неизвестным музыкантам находить свою аудиторию и своих слушателей. Именно там Адель нашла звукозаписывающая компания XL Recordings. Они сразу же поняли, что это талант и решили записать альбом совместно с тогда еще совсем молодой и неопытной Адель. Долгое время девушке было трудно сочинять музыку. Она не могла изливать свои мысли и эмоции так, чтобы это было действительно искренне и честно. Но длилось это недолго, а точнее ровно до того момента, как ее молодой человек изменил ей и тем самым разбил ей сердце. Тогда она почувствовала себя опустошенной и разбитой, как фарфоровая чашка. И именно эта перезагрузка дала ей вдохновение и толчок на написание песен. Так девушка написала практически весь альбом 19. Первый альбом Адель 19 она написала буквально за неделю. Девушка писала песни, чтобы излить свои эмоции и вещи, которые ее волнуют, но избавиться от них по-другому она не может. Поэтому и песни Адель трогают множество слушателей, потому что она вкладывает в них полный спектр своих эмоций и ощущений. На альбоме в итоге вышли 4 сингла. Hometown Glory, Chasing Powments, Cold Shoulder и Make You Feel My Love. За неделю до выпуска дебютного альбома Адель выпускает сингл Chasing Powments. Песня была вдохновлена инцидентом. Узнав, что он ей изменял, она подошла к бару, где он был, и ударила его по лицу. После она выбежала из помещения и пошла она по улице. Тогда к ней и пришли эти строчки. «Зачем ты гоняешься? Ты гоняешься по пустому тротуару». Она спела и записала свои мысли на мобильный телефон и аранжировала аккорды, когда вернулась домой. Так и появилась эта душераздирающая песня о разбитом сердце. Также нужно отметить, что многих поразила эта песня тем, что она не имеет ярко выраженной студийной обработки. Что помогает сфокусироваться на вокальных данных Адель. И эта простота, простота обработки тоже очень сильно влияет на слушателя. И создается такое ощущение, что Адель исполняет свою песню не где-то там в студии, а прям с тобой, тебе, лично тебе, в комнате. И, наверное, благодаря этому слушатель ощущает себя приближенным к исполнительнице. И поэтому может, наверное, лучше понять ее эмоции, которые были заложены в песню. Сам же альбом, как только он вышел, также имел несокрушимый успех и довольно быстро взлетел на первые места в чартах. Сразу после выхода альбома в феврале Адель выступает на премии Brit Awards вместе с довольно известным модным продюсером и музыкантом Марком Ронсоном. Там же она становится первым обладателем Brit Awards выбор критиков. А после? А после Адель просто начинает грести награды с разных британских премий. Но мало покорить одну Великобританию, нужно идти на новый рынок, а именно в Америку. Так, в 2009 году она заключила контракт с Columbia Records, которые сразу же начали готовить ее к туру по Северной Америке. Но, к сожалению, по плану все не пошло, ведь у девушки появился новый молодой человек, которого она безгранично любила. Но эти отношения были настолько токсичными, что Адель быстро погрязла в алкогольной пучине. Но привязанность у девушки к парню была сильная, и из-за этого она отменила свое первое турне, выбрав личные отношения, нежели мировую любовь и признание фанатов. С одной стороны, было довольно опрометчиво отменять турне, ведь Адель тогда была на пике и могла бы взлететь еще выше. Но с другой, отмена гастролей помогла Адель привыкнуть к новообретенной популярности и побороть свою алкогольную зависимость. Несмотря на отмену гастролей, карьера Адель не пошла на спад, а наоборот. Она приняла участие в записи программы Saturday Night Live и в одночасье стала звездой в Америке. Было это не только потому, что все обалдели от голоса Адель и красоты ее вокала и музыки, но и потому, что ведущей этого выпуска была Сара Пеллин, член республиканской партии и кандидат в вице-президенты США, которая тогда была на пике своей медийности, что и давало колоссальные рейтинги. И, конечно, когда столько людей увидели и услышали Адель, успех ей был гарантирован. Сразу же после участия в шоу-альбом, Адель-19 поднялся на первую строчку в iTunes, и она полностью подтвердила статус серьезного музыканта и исполнителя. Ну и, конечно, победа на самой престижной музыкальной премии мира также подтвердила ее статус. Адель победила сразу в двух номинациях, а именно «Лучший новый исполнитель» и «Лучшее женское поп-исполнение», в которой она конкурировала с певицами Кэти Перри и Пинк. После церемонии Адель сказала, что ей не очень-то и хотелось Грэмми, подумаешь, какая-то там номинация, какая-то премия. Многие на самом деле растолковали это как какое-то презрительное высказывание. Но на самом деле это просто шутки от Адель. Она вот такая, она простая. Она может пошутить, ляпнув что-то, не подумав. Вот она из себя представляет такого человека. В то же время Адель получила благодарственное письмо от члена британского парламента Гордона Брауна, который был поклонником Адель. Он сказал, что музыка Адель помогала ему справляться с серьезными экономическими проблемами. Музыка Адель стала для него отдушиной. Самым интересным, я считаю, то, что Гордону Брауну на тот момент было где-то около 60 лет, а Адель 20. И, собственно, это подтверждало то, что у Адель очень обширная аудитория разного пола и возрастов. Нужно сказать, что у Адель всегда были и есть теплые отношения со своей мамой. Они всегда были в связке. В какой-то момент девушка пробовала уехать от мамы и жить с одной самостоятельно. Но это не привело ни к чему хорошему. Кредитные карты Адель переставали действовать, потому что она просто-напросто забывала их оплатить. То же самое происходило и с телефоном, который переставал работать из-за неоплаченного счета. И в результате этого Адель начала довольно сильно увлекаться алкоголем, понимая, что она не готова к свалившейся на нее славе и обязанностям. Поэтому вскоре она вернулась домой к маме и все стало на свои места. Что касается отношения Адель к наркотикам, она лишь сказала, что в шоу-бизнесе они повсюду и это ее действительно пугает. Но это не мешало ей выкуривать по 30 сигарет в день и заливать все это алкоголем. Из-за чего, опять же, многие концерты были отменены. Но к наркотикам она была настроена крайне отрицательно, поэтому никаких плохих последствий не произошло. Что же касается музыки, второй альбом Адель готовила больше года. С мая 2009 по октябрь 2010 года она готовила материал, писала и записывала песни. В итоге альбом вышел в свет 24 января 2011 года и включал в себя 11 треков, 5 из которых стали синглами. Альбом включал в себя несколько жанров, а именно поп, соул, блюз и кантри и был более приближен именно к американскому звучанию. Адель пришла к такому звучанию, потому что во время своего тура с альбомом 19 водитель ее автобуса часто играл кантри-музыку старой школы и более традиционные произведения начала 20 века, которые были еще задолго до той же Эдды Джеймс. Адель была ошеломлена искренностью и чистотой звука и непременно включила эти стили в свой новый альбом 21. Первый сингл с альбома Rolling in the Deep вышел 29 ноября 2010 года и стал моим самым любимым из всех синглов Адель. Песня была настолько популярна, что стала для многих главным синглом 2011 года, а Адель – певицей года. Играет музыка Играет музыка Индивидуальность Адель заключается в том, что ей не нужны никакие пиротехники, смена костюмов и 40 танцоров на сцене. Она может просто выйти и по цветам софита спеть под сопровождение фортепиано песню. Песню, которая тронет абсолютно каждого зрителя в зале. Для продвижения альбома Адель также отправляется в турне. Его успех отмечали все, ведь помимо шикарной музыки Адель пела все живьем. Все песни без исключения. Поэтому слово фонограмма стоять с именем Адель не может не то, что в одном предложении, я думаю, в одном сочинении не может. Что же касается обвинений Адель в лишнем весе, она лишь сказала без истерик и скандалов, что она предпочитает вместо фитнес-зала посидеть в комфортной для нее обстановке, расслабиться после тяжелых концертов, нервной обстановке, все-таки отдохнуть со своими друзьями с бокальчиком венца. Кстати, насчет веса у нее был небольшой такой конфуз, такая небольшая негладкость с леди Гагой. Когда Гага на одном из интервью, где обсуждался ее вес, сказала, Адель же больше меня, почему никто не говорит об этом? Это было воспринято как что-то очень отрицательное и негативное от Гаги в сторону Адель. Но на самом деле Гага потом сказала, что Адель замечательная и что она смогла доказать миру, что она будет выглядеть так, как захочет она сама. И, конечно, я полностью согласен с Гагой, но формулировка ее мыслей была немного странноватой, из-за чего многие набросились на нее с обвинениями. 2011 стал для Адель очень успешным годом, но потом случается событие, ужасное событие для певицы. Она практически теряет свой голос. Дело в том, что у нее произошло кровоизлияние в голосовые связки после того, как она пела вживую на одной программе французского радио. Чтобы вылечить болезнь, ей было сделано довольно сложное и трудоемкое медицинское вмешательство. С высоким риском, а именно микрохирургию голосовых связок. Во время этой операции хирург использует миниатюрные скальпели и щипцы, прикрепленные к шестам длиной фут, которые направляются вниз по горлу, чтобы удалить любую поврежденную ткань, которая лишает голосовые связки и холостичности, и лишает голос его естественного тембра, диапазона и четкости. Предел погрешности при таких операциях измеряется долями миллиметра. 12 февраля 2012 года, через три месяца после операции, Адель получила шесть наград Грэмми, включая альбом Года и песню Года. В своей благодарственной речи за лучшее сольное поп-исполнение она поблагодарила врачей за восстановление голоса. Для большинства наблюдателей это была водоушевляющая история возвращения, но для горстки медицинских специалистов это был переломный момент, потому что в течение многих лет микрохирургия голосовых связок считалась очень рискованной. В октябре того же года она заявила, что она писала, сочиняла и записывала заглавную песню «Skyfall» для 23-го фильма о Джеймсе Бонде. Адель заявила, что запись «Skyfall» была одной из самых гордых моментов в ее жизни. 3 апреля 2012 года Адель подтвердила, что до ее третьего альбома, скорее всего, пройдут не менее двух лет, заявив «Мне нужно время и немного пожить для себя. Между моим первым и вторым альбомами было добрых два года, поэтому на этот раз будет то же самое». Она заявила, что продолжит писать и сочинять свой собственный материал. На церемонии вручения премии Грэмми 2013 года она подтвердила, что находится на самой ранней стадии своего третьего альбома. Накануне своего 26-летия, в мае 2014 года, Адель опубликовала загадочное сообщение через свой аккаунт в Twitter, которое вызвало обсуждение в СМИ ее следующего альбома. Сообщение «Пока 25. Увидимся позже, в этом году». Было растиражировано некоторыми СМИ, в том числе Capital FM, как означающее, что ее следующий альбом будет называться «25» и выйдет позже, в этом году. 18 октября 30-секундный клип с новым материалом Адель был показан по британскому телевидению во время рекламной паузы на X-Factor. В рекламе играет отрывок из новой песни из ее третьего альбома, где зрители слышат голос, сопровождаемый текстами песен на черном экране. В заявлении, опубликованном три дня спустя, Адель подтвердила, что название альбома «25». В то время Адель сказала, что «25» будет ее последним альбомом, названным в честь ее возраста, полагая, что это станет концом трилогии. 22 октября Адель подтвердила, что «25» выйдет 20 ноября, а главный сингл с альбома «Hello» будет выпущен 23 октября. Клип «Hello» вышел 22 октября, и его посмотрели на YouTube более 27 миллиона раз за первые 24 часа, что побило рекорд Vivo по количеству просмотров за день, превзойдя 20 миллионов просмотров у Bad Blood, Тейлор Свифт. 28 октября BBC News сообщили, что «Hello» просматривается на YouTube в среднем 1 миллион раз в час. «Hello» стал самым быстрым видео, набравшим миллиард просмотров на YouTube, что было достигнуто через 88 дней. 2 ноября песня дебютировала под номером 1 в Billboard Hot 100. В клипе Адель использует старомонный телефон-раскладушку, заставляя фанатов гадать, почему у звезды нет смартфона. И реально, потом в Твиттере только ленивый не обсудил это с какой-нибудь мемной гифкой. Альбом был выполнен в жанре поп, соул и R&B, которого в предыдущих релизах не проследовалось. В итоге 25 стал самым продаваемым альбомом 2015 года в ряде стран, включая Австралию, Великобританию и США, 7 недель подряд занимая первое место в каждой стране. Это был самый продаваемый альбом в мире в 2015 году. Продано 17,4 миллиона копий. В ноябре 2015 было объявлено о туре Адель 2016 года, ее первом туре с 2011 года. Ее тур по Северной Америке начался 5 июля в штате Миннесота. Этот этап включал 6 ночей в Мэдисон Сквергарден в Нью-Йорке, 8 ночей в Стейпл Сентер в Лос-Анджелесе и 4 ночи в Торонто. Адель побила рекорд Тейлор Свифт из пяти выступлений по количеству аншлаговых шоу подряд в Стейпл Сентер. На 36-й церемонии вручения наград Брит Авардс в Лондоне, 24 февраля Адель получила награды за британскую сольную артистку, британский альбом года для 25, британский сингл года за Hello и британский глобальный успех. Она завершила церемонию исполнением When We Were Young, второго сингла из 25. Адель до сих пор не любит больших площадок для выступления, ей гораздо комфортнее какая-то камерная обстановка, я думаю, что-то по типу квартирника ей бы идеально подошло. Но все-таки благодаря своему делу жизни, а именно музыке, ей каждый раз приходится выходить из зоны комфорта. На сцене в Лондоне 17 марта Адель объявила, что она будет хедлайнером на крупном фестивале под названием Glastonbury в 2016 году. Она появилась на фестивале 25 июня и выступила перед 150 тысячами человек. И описала этот факт как однозначно один из самых лучших в ее жизни. В интервью с Джо Уилли на BBC примерно за 30 минут до выхода Адель сказала, что собиралась выступить в Glastonbury с самого детства. Это было ее детской мечтой. И фестиваль действительно многое для нее значит. Сам Джо Уилли заявил, что она была действительно очень сильно напугана. Он сказал, она давала интервью и в какой-то момент ей пришлось остановиться, так как она была в слезах. Было удивительно видеть кого-то в этом роде, а затем наблюдать, как она выходит на сцену и делает самый невероятный концерт и самое невероятное выступление. Было удивительно знать, что полчаса назад она плакала при мысли о том, чтобы выйти на эту сцену. В рамках своего мирового турне в феврале и марте 2017 года Адель впервые выступила в Австралии, играя на открытых стадионах по всей стране. Ее первые два выступления в Новой Зеландии были распроданы за рекордные 23 минуты и было объявлено о третьем концерте. Все билеты были проданы менее чем за 30 минут. Адель продала более 600 тысяч билетов на свой рекордный тур по Австралии. В конце 2016 года Билборд в третий раз назвала Адель артисткой года, а также она получила альбом в топ Билборд 200. 25 был самым продаваемым альбомом в США второй год подряд. Набрав 235 миллионов просмотров, Карпул караоке с Джеймсом Кордоном в январе 2016 года он стал крупнейшим вирусным видео на YouTube за весь 2016 год. На 59-й ежегодной премии Грэмми в феврале 2017 года Адель выиграла все пять номинаций, в результате чего количество наград достигло 15. Она выиграла альбом года, лучший вокальный поп-альбом, а также забрала песню года и лучшее сольное поп-исполнение за песню «Hello». Она также отдала дань уважения покойному Джорджу Майклу, исполнив его песню «Fuzz Love». Но из-за технических трудностей, возникших во время выступления, Адель решила остановиться и начать заново, сказав «Я не могу это испортить». Позже Адель пропала с радаров и заявила, что она уходит из музыки и хочет полностью отдаться семейной жизни со своим мужем Саймоном Канецки, с которым она начала встречаться еще в середине 2011 года. Впоследствии они поженились и у них родился сын, которому, собственно, она и решила посвятить всю себя, то есть решила посвятить себя материнству. Но-но-но-но-но, как мы с вами все прекрасно знаем, надолго ее не хватило, и вскоре она вернулась, буквально совсем вот недавно, в 2021 году, да еще и где-то потеряла целых 50 килограмм. Смотрите, какая худышка. Адель впервые появилась на телевидении почти за 4 года, устроив 24 октября 2020 года выпуск шоу Saturday Night Live с музыкальной гостей Her. Вскоре после этого веб-сайт Адель и аккаунты в социальных сетях совпали по эстетике с проекциями и рекламными счетами, намекая, что ее новый альбом будет называться «30». Кстати говоря, эти проекции были абсолютно везде, даже у нас в Москве, на различных многоэтажных зданиях или на билбордах, если вы замечали, появлялись циферки «30». Намекая, что ее новый альбом будет называться «30», что впоследствии было подтверждено. 5 октября 2021 года Адель объявила о выпуске своего нового сингла «Easy on Me» 15 октября. Вскоре после этого была объявлена дата выхода альбома – 19 ноября 2021 года. И да, вспомним заявление Адель. В 2015 году Адель говорит, что больше не будет называть альбомы в честь своего возраста. В 2021 году анонс новой пластинки под названием «30». 7 октября Адель была объявлена звездой ноябрьских обложек как Vogue, так и британского Vogue. Первым человеком, одновременно освещающим обе публикации. 15 октября Адель выпустила «Easy on Me», получив положительный отклик, побив рекорды Spotify и Amazon Music по количеству прослушиваний песен за день. Ну и также у нее вышел прекрасный альбом «30», в котором она делится пережитыми впечатлениями за вот этот промежуток ее отсутствия в музыкальной сфере. Альбом получился очень насыщенным, очень пропитанным эмоциональностью Адель, ее тоской, ее переживаниями. Ну, собственно, как и всегда. Ну и также занял всевозможные первые места в различных чартах, в том числе и в iTunes, причем в разных странах он занимал первые места, в том числе и песни с этого альбома были просто забиты в iTunes с первого по десятое место, практически в каждой стране были они. Ну, кроме нас, конечно, у нас была инстасамка. Ну и теперь неотъемлемая часть моей рубрики, которую я сам придумал. Раньше у меня, кстати, была рубрика, если вы не знаете факты о знаменитостях, я решил объединить два плейлиста, а именно факты о знаменитостях и биографии знаменитостей вместе, и надеюсь, что это будет интересно. Опять же напомню, что если кто-то хочет посмотреть именно факты, для этого есть тайм-код, перематываем и смотрим, в конце концов. Ну, а мы сейчас, конечно же, поговорим про что-нибудь интересненькое из жизни Адель. В настоящее время у Адель есть одно домашнее животное, такса по имени Луи Армстронг. Основываясь на душераздирающих балладах певицы, ну согласитесь, неудивительно, что она является большой фанаткой Титаника. Настолько большой, что она устроила вечеринку в стиле Титаника на свое 30-летие, а сама переоделась в Роуз. У Адель пять татуировок. Большинство людей видели их на руках и запястьях, но пятая татуировка находится у нее за левым ухом. В 2015 году она полностью отказалась от курения. В том же году Адель назвала себя феминисткой. Некоторые знаменитости не решаются заявлять такое в массы, потому что не хотят получить дозу негативных реакций. Она же заявила, что заботится о равенстве для всех, независимо от пола, расовой принадлежности и сексуальной ориентации. Адель сказала, что она перестала читать книги. Не знаю, читала ли она в момент своего отпуска книги своему сыну, но до этого она говорила, что последней книгой, которую она помнит, что прочитала, была «Матильда» Рольда Даля. Роман о четырехлетней девочке, которая приехала из неблагополучной семьи, но имеет особый дар. Не находите здесь некую схожесть между героиней Матильды и, собственно, Адель? Адель долгое время не брила ноги, но она сказала, что в итоге сломалась, когда подумала, что люди в первом ряду на ее концертах могут заметить их. Когда она поднимается по лестнице на сцену, когда ее спросили, не против ли ее парень, она ответила, у него нет выбора. Я не допущу, чтобы мужчина диктовал мне, что мне делать, а уж тем более брить ноги. Я бы ему ответила, брей свои. Молодец, Адель, респект, дай пятюню. Я надеюсь, вам понравилось это видео и первый выпуск моей уже такой более осознанной, более, мне кажется, проработанной рубрики. Я буду ждать ваше мнение внизу в комментариях насчет этого выпуска. Конечно же, надеюсь, что вы напишите, как вы относитесь к Адель, было ли вам интересно это видео. А мы встретимся в новом выпуске этой рубрики, да и, в принципе, в новых видосиках. Новые видео уже никто не отменял. Они будут обязательно выходить помимо этой рубрики. Ну и также, конечно же, новогодний спешл этой рубрики также будет. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Не забудьте подписаться на мой канал, на мои социальные сети по ссылке в описании. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.